Вандализм был, нарушение общественной безопасности не допущено. Руководство национальной полиции области отчиталось о происшествиях на майских праздниках. На это время весь личный состав был переведен на усиленный вариант несения службы. Пасха, день международной солидарности трудящихся, поминальные дни, дни памяти и примирения, празднование 71-й годовщины победы над нацизмом. С 29 апреля по 10 мая все подразделения перевели на усиленный вариант несения службы. Оперативный штаб и рабочая группа аппарата главного управления нацполиции работали в круглосуточном режиме. Во время праздников зафиксировали два случая вандализма. В Черниговском районе лазили по памятнику воину-освободителю и сломали руку с автоматом. А в Токмаке школьники обрисовали маркером мемориальный комплекс. Все виновные установлены. В остальном каких-то особых нарушений общественного порядка не было, утверждают правоохранители. На всякий случай в Мелитополь, Энергодар и Бердянск направили подразделения полиции особого назначения. Практически подразделения справились со своей поставленной задачей. Наиболее напряженная ситуация была в Мелитополе. Никаких массовых драк там не было. Были локальные конфликты, дискуссии, прежде всего сторонников празднования по старому варианту, скажем так, сторонников Советского Союза и празднования праздника Дня Победы по правилам Советского Союза. И сторонников, которые уже идут в Европу. Между тем, 9 мая в Запорожье во время празднований были замечены люди с георгиевскими ленточками. Им были сделаны замечания от общественников, полиция не вмешивалась, поскольку ответственность за ношение этого знака не предусмотрена законом.